Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я работаю в Almas Real Estate Company и сегодня я вам расскажу про квартиры, которые находятся в GLT, Jumeirah Lake Towers Сейчас мы находимся в двухкомнатной, типичной в основном двухкомнатной квартире в GLT Мы находимся сейчас в Cluster O, Modena Tower Двухкомнатная квартира, но, как говорится, по российским меркам это идет как трехкомнатная квартира потому что здесь считается, что кухня и living room, они как одно целое, и за комнату это не считается, не принимается Сейчас мы тут видим кухню, то есть типичная кухня, обычно при аренде квартиры встроена, идет встроенная кухня то есть вместе, вот как вы видите, с плитой, с холодильником обычно сюда, как обычно, входит стиральная машинка в некоторых же квартирах также сюда может входить посудомощная машина Зависит цена квартиры, также зависит еще и от вида и от наличия балкона Как мы видим, здесь есть балкон и очень большая площадь living room, то есть считается достаточно большой Вид обычно, конечно же, так, как Jumeirah Lake Towers, то есть очень многие люди берут квартиру в аренду или покупают только благодаря тому, что вот они могут видеть озеро через окно но тут вот у нас такой вид, что озеро мы не увидим потому что сейчас, вот как вы видите, застройки, здесь было когда-то озеро сейчас делается здесь парк здесь не будет озера, потому что его высушили и вот решили, застройщики почему-то решили, что с парком будет намного лучше Это two bedroom и всегда, абсолютно всегда, во всех квартирах, независимо от того, сколько здесь комнат здесь есть встроенные шкафы вот как мы видим здесь, это как вот в прихожей шкаф для верхней одежды, для обуви и, конечно же, всегда-всегда есть шкафы в спальнях Обычно, если это не студия, то у вас, естественно, будет больше ванных комнат то есть это как минимум будет у вас две ванные комнаты, начиная с one bedroom Здесь у нас two bedroom, поэтому, по идее, должно быть три ванные комнаты В каждой комнате должна быть своя ванная, естественно и отдельно ванная должна быть гостевая, считается, то есть рядом с living room Это обычно, то есть для гостей Сейчас мы заходим во вторую спальню Как вы, опять же, видите, все встроенные шкафы, все есть, причем достаточно большие Поместиться может здесь все, что угодно Вот, и также сзади мы можем видеть еще одну ванную комнату Недостаток во всех почти квартирах Если у вас в спальне нету балкона, то окна либо не открываются Либо открывается как бы достаточно маленькое всего лишь окно И люди, которые любят проветривание, потому что у меня были такие клиенты, которые не брали квартиру, потому что они очень любят проветривать комнаты А окно там маленькое, либо его нет вообще Как я говорила, что в каждой комнате есть туалет и что гостевой туалет, он всегда отдельно Вот представлен здесь гостевой туалет, естественно, без душевой кабинки И, к сожалению, света нет, потому что в каждых квартирах, несовисимо от того, вы хотите снять ее или купить, электричество отключается на время, на тот период, когда нет жильцов Потому что нет смысла платить за электричество в пустой квартире, которая просто стоит И, естественно, сейчас мы немножко видим, не знаю, если видно у вас на камере, но немножко она не убрана Естественно, пыльно, бывают квартиры, где совсем вот именно будет грязно, вот просто вот будут бумаги валяться, может даже бутылки Но некоторых покупателей или арендодателей это пугает На самом деле не переживайте, не бойтесь, потому что в каждую аренду, заключая контракт с любой компанией, с любой фирмой, независимо от того Вы заключаете контракт, они вам обещают, что они уберут квартиру Это входит в их обязанности, причем в большинство случаев вам еще раз покрасят стены, побелят потолки, уберут квартиру И вам дадут абсолютно чистую квартиру, то есть вы можете даже себя почувствовать, как будто вот тут прямо квартира, вот вы первый жилец Также в этой квартире есть гардеробная Тут она, видим, что завалена Естественно, если вы будете снимать ее, естественно, ее уберут, приберут, тут все будет пусто, будет только ваше место Как мы видим, данная квартира является достаточно большой и просторной Здесь примерно не меньше 150 квадратных метров, что является очень удобно И у нее очень удобная планировка То есть, как мы видим, как мы заходим, мы не попадаем сразу ни в ливинг-рум, ни на кухню То есть у нас все отдельно То есть здесь все достаточно закрыто Когда мы заходим, у нас есть коридор, потом уже отдельно вход на кухню, в ливинг-рум и в две спальни Обычно, обычно в двухкомнатных квартирах ливинг-рум посередине И одна спальня с одной стороны, другая спальня с другой стороны Здесь же у нас планировка, что у нас ливинг-рум близко к кухне и две спальни идут вместе На данный момент аренда данной квартиры будет около 125 тысяч дирхам, естественно, в год Обычно чеки обсуждаются с хозяином И предположим, да, вот эта квартира 125 тысяч И вот он просит один или два чека Но у вас по финансовым причинам не получается один или два чека И вы его просите три, четыре, как можно больше Как он может больше задать? Конечно же, он добрый хозяин, он идет на уступки Как говорится, клиент всегда прав И он говорит, да, без проблем, я вам сделаю на три, на четыре чека Может, даже на пять Но это уже будет просто стоить не 125, а 130, 135 тысяч То есть, в основном, раз цена растет То есть, если он предлагает маленькое количество чеков, а вы хотите их увеличить То будьте готовы к тому, что и цена за квартиру увеличится тоже Конечно же, вот эта цена 125 тысяч – это не предел В GLT вы, конечно, можно найти и дешевле, и дороже Также вы можете найти, например, за 125 уже и с мебелью Как мы видим, это квартиры без мебели Но тоже, как бы, никто не гарантирует, что и мебель тоже будет хорошая у вас устроит Так что это уже зависит от каждого лично, кто что ищет Сейчас мы находимся в Armada Towers Это близко к тому тауру, которому были до этого Мы сейчас находимся в One Bedroom Достаточно маленькая на самом-то деле Но тут же, как я вам прошло раз говорила, здесь есть туалет Гостевой туалет Это вот у нас идет кухня Правда, здесь вот мы видим, что вот тоже идет встроен холодильник, встроена машинка, плита Но, как нам сказал арендодатель, этого не будет То есть в цену это не включено Данная квартира, вот сейчас мы находимся в Living Room Достаточно маленькая Сразу скажу, но с балконом Это плюс Это большой плюс Причем балкон идет длинный у нас Он проходит вплоть до комнаты Давайте я вам покажу Видите, то есть длинный вид у нас вот на бывшее озеро Как в прошлый раз, где будет парк И вот если там присмотреться, вот там есть кусочек того озера видно Сейчас мы находимся в спальне Она тоже достаточно небольшая Но, как я вам говорила, встроенные шкафы То есть все есть Даже большой шкаф, я сказала бы, для такой комнаты Очень большой балкон, который большой То есть он проходит и до Living Room И, как во всех квартирах, ванная комната хозяев Здесь вот ванная, туалет, раковина Тоже небольшого размера Данная квартира сдается за 70 тысяч Я думаю, это Armada Скорее всего, чек 2-3 будет Вот, ну, я не знаю Вообще, Armada в Armada считается достаточно дорогие квартиры За что платить, особо не знаю Но это уже от любителя То есть, как бы, как мне, Armada не особо нравится Потому что очень редко, где вы можете найти квартиру в Armada с балконом То есть тут нам повезло, у нас есть балкон Также я хотела бы рассказать про цену о покупке квартиры То есть то, что мы были до этого в двухкомнатной квартире Дубэдрумс квартире Если бы ее хотели продать Она бы стоила примерно полтора миллиона дирхан Эта же квартира однокомнатная Не меньше, так как это еще Armada у нас считается Не меньше миллиона двести будет стоить Так как мы живем в Дубае То, естественно, погода жаркая И нам необходим кондиционер В GLT абсолютно во всех квартирах встроен кондиционер Достаточно старенький пульт управления Но есть, это уже хорошо Вот так же мы видим вентиляционные системы В некоторых квартирах К примеру, как САБА-3 Это кластер Q В каких еще В кластере D И в некоторых кластерах Это уже зависит от кондиционера Бесплатен То есть Это в цену не включается Вы за него не платите Но я думаю, что в Armada Это не включено в цену То есть вы за него платите И это уже зависит от вас Как вы его расходуете Кому повезет, кто найдет квартиру Где кондиционер бесплатен Тот счастливчик Особенно летом Сейчас мы находимся на улице Возле кластера Q Как мы видим Для тех, кто не знает Весь GLT поделен на кластеры Кластер состоит из трех домов Вот как мы видим, как здесь Вот тут у нас САБА Здесь Дубай Гейт Ван И здесь САБА-3 Есть кластеры только под офисы Есть кластеры, где микс и офисы И жилые дома Некоторые дома, квартиры, окна, которые ходят сюда То есть выходит вид на Шейкзайд Роуд То есть вот мы видим Естественно, это не свысока Потому что если вы живете, я предположим, на высоком этаже То очень даже хорошо видно и Дубай Марина И Шейкзайд Роуд туда То есть очень даже миленький вид Но те, кто не любят шум Если балкон не очень хорошо изолирован То шум с дорог вам будет мешать В каждом кластере, естественно, есть свои парковки Свои парковки, свои парковочные места И вот там вот посередине есть еще одна Так что если вы приобретаете квартиру в любом из кластеров В любом доме Вам обязательно, если вдруг вам об этом не сказали Требуйте, вам положено хотя бы одно парковочное место Бесплатно Оно включается в стоимость За дополнительное уже парковочное место, естественно, вам нужно платить Сейчас мы поднялись наверх Как я и говорила Третья парковка, которая уходит под низ Вот там вот мы можем увидеть И с той, и с той стороны увидеть Парковочные, которые снаружи Аутсайд Которые стоят бесплатно до 2 часов После 2 часов 200 дирхам Как, естественно, естественно, во всех кластерах есть магазины Вот мы видим, можем там увидеть магазинчик Он работает 24 часа Но это не особо распространено в Дубае Вот, естественно, он не один То есть может быть 1, 2, 3, 4 магазина поблизости Естественно, у вас Если не в вашем кластере То в ближайшем из кластеров вы найдете Какое-нибудь кафе Какое-нибудь заведение, где вы можете посидеть Парикмахерскую, где вы можете привести себя в порядок Вплоть до массажа До... А, естественно, рядом, обязательно Рядом поблизости должен быть ландри Куда вы можете сдавать свои вещи На чистку Здесь хорошо, очень развита инфраструктура Вот, так что жить в GLT сплошное удовольствие Особенно, если у вас есть машина Даже если у вас нет машины Вот мы можем видеть там метро Это Дубай Марина метростейшн И вот в той стороне, вон там кусочек Мы можем увидеть GLT метростейшн К сожалению, не очень хорошо видно То есть они находятся достаточно близко И где бы вы ни жили То есть дойти до нее можно И уже от метростейшн Мы уже едем куда нам надо В любую сторону Сейчас мы находимся в кластере R Мы идем смотреть One bedroom apartment Для того, чтобы найти общую квартиру У вас есть два варианта Либо обратиться в real estate компанию Либо попробовать подойти к security Который сидит на каждом, каждом, каждом здании На первом, на ground floor сидит security И спросить, есть ли у них какие-нибудь квартиры в аренду Некоторые дают сразу ключи Говорят, да Другие говорят, позвоните агенту И узнаете у него Мы сейчас проверяем Однокомнатную квартиру Как я вам говорила в самом начале Бывают вот настолько грязные квартиры Как мы видим здесь Все заброшено Не убрано И печальный вид имеет Но, я как вам говорила ранее Не расстраивайтесь То есть это все поправимо Они абсолютно все здесь уберут К вашему приходу Например, если вы снимаете сегодня Говорят, завтра вот я вот переезжаю Они сегодня найдут людей Они сегодня вам уберут Сделают все Как мы видим Здесь у нас тоже есть балкон Но так как мы находимся на первом этаже То вид такой Идемте посмотрим Будет представлять комната А здесь у нас гостевой туалет Света нету Здесь у нас небольшая кладовка Совсем небольшая Для чего она неизвестна Вот Рядом с гостевым туалетом Ванная комната хозяев И вот мы пришли В комнату В саму комнату Непонятное окно Неизвестно куда выходящее И да Иногда бывают такие курьезы Когда вот непонятно зачем Сделаны окна Или непонятно куда входящие двери Окно, которое открывается Вот как видно Что не на большое расстояние То есть оно открывается Но не особо Квартира сама себе Не особо большая Но тоже вот есть Встроенные шкафы Вентиляция Абсолютно все есть Вот Данная квартира Стоит 70 тысяч В год Примерно вот так вот Выглядит кухня Когда она не включена То есть у вас нет Ни стиральной машинки Ни плиты Ни холодильника Ничего И я вам скажу Это достаточно странная кухня Потому что как бы Холодильник здесь Вроде бы здесь Можно было бы поставить Но таких холодильников Маленьких нету И сюда поставишь И тоже он будет не в тему Так что достаточно Очень плохая планировка И печально вообще Выглядящая кухня Где буквально Вот если все поставить Все как надо То негде будет Просто повернуться То есть для любителей Готовить Не самая лучшая кухня Для тем кому Не особо это важно Замечательно Берите В каждом Абсолютно в каждом доме В GLT Есть свой спортзал И бассейн Которые включены В стоимость Естественно И при аренде Квартиры Вы можете пользоваться В любое время Когда захотите Swimming pool And gym Иногда бывает Что зал разделен На мужской И женский Иногда Это смешано В некоторых Зданиях С 12 до 3 Это только женский зал А все остальное Время Это смешанный зал С 12 до 3 Мужчина Зайти в зал Не может Потому что Там только женское время То есть это уже зависит От кого как В некоторых зданиях Есть что Бассейн есть Но он вроде бы Не достроен И вроде бы Не совсем функционирует Поэтому Если вам это важно Вы уточняете это сразу Насчет бассейна И насчет всего остального Сейчас мы находимся В кластере R В Мак Тауэре В One Bedroom Apartment Как мы видим Опять же Прихожая Ванная Для гостевая Вот Также Очень важный момент Везде есть домофон Во всех Абсолютно В всех квартирах Есть домофон Вот Пожалуйста Вот его наличие Тут у нас кухня Это у нас квартира С мебелью Она стоит 75 тысяч В год Вот Как мы видим Здесь все есть У нас Плита Стиральная машинка Холодильник И даже Кладовочка Небольшая Причем Утюг С вентилятором Тоже включен Вот Здесь мы видим Living room Так вот Обустроено Нет Ну на свой вкус Цвет Как говорится Окна Одно окно Открывается И здесь Мы заходим В Саму спальню Тоже не особо Большая И мы Как видим Здесь Эта квартира Без балкона Вот здесь У нас Ванная комната Для хозяев Миленькая Вот Встроенный шкаф Тоже Вот здесь Вот у нас Мы видим Встроенный шкаф В чем Что плохо В квартирах Где нет Балкона Нам Вот И как мы видим Здесь Сушилка Для вещей Нам сушить вещи Приходится В квартире И То есть Не знаю По мне так Это не особо удобно Но кто привык Тот привык Кому как В основном Все квартиры В GLT Они выглядят Примерно так То есть Есть кухня И есть вот Окно То есть Обычно Оно большое Маленькое Это уже зависит От планировки квартиры Есть некоторые Квартиры Где вот Хозяева Просят Закрыть Это окно То есть Его можно Если У вас Хорошее отношение С хозяевом И вы ему Доплатите Он может Это окно Грубо говоря Закрыть полностью Если вам Оно мешает Или не нравится В этой комнате Мы видим Диван Журнальный столик Тоже непонятный столик Кресло Телевизор Тумбочки Какие-нибудь И Вот Ваза Даже Такая декорация Небольшая Ковер И вот Небольшие декорации На стенах В виде картин Это все В основном Если квартира Будет чуть-чуть Побольше То Иногда Можете встретить Вот Где-то Вот в этом районе Еще стол Со стульями То есть Как место Для того Чтобы где-то Покушать Мы находимся Сейчас на Восемнадцатом Этаже И вот Такой вид У нас Представляется Из окна Вот это Недостроенное здание В ближайшее время Очень надеюсь Что оно будет Достроено Это жилое здание Строится у нас Вон как видим Там рабочие Работают Значит В ближайшее время Оно будет построено И будут Новые заселения Вот Вот так же Как мы видим Как я и говорила Парковки Наружные Внутренние Парковки Магазинов Не видно Тут к сожалению Так же мы видим Через дорогу Это у нас Дубай Марина Уже Там вот Яхт Клаб Мы можем Увидеть То есть В той стороне В этой стороне Марина Уок Тоже Вот тут Там где Озерцова Там вот Вот То есть Как бы Здесь немножко Открывается Еще вид На Марину На Дубай Марину Как мы видим Застроек много Вот Там у нас Что-то Через дорогу Строится В той стороне Где мы не увидим Там тоже Строится Вот здесь Прямо Перед окном Что-то Строится То есть Это Все в процессе То есть GLT Это достаточно Новый Ну не то что Новый Но он Свежий район И все В процессе Стройки То есть Дороги Делаются Строятся Новые дома Новые магазины Новые Какие-нибудь Заведения Развлекательные Так что Через пару лет По идее Должно быть Все закончено И все Очень замечательно Выглядит Спасибо большое За внимание С вами была Маргарита Если у вас Есть какие-нибудь Вопросы Или пожелания Можете писать Здесь В комментариях Данная информация Была Предоставлена Специально Для проекта Индубай Дорога Дорога